Жизнь как в болоте. Жители дома по улице Камаева просят обратить внимание на проблему с канализацией. Вот уже несколько лет они не могут найти того, кто помог бы им избавиться от регулярных подтоплений возле подъезда и зловония, проникающего даже сквозь окна. На место выехала наша съемочная бригада. Слово Лориане Шумхалаевой. Надо насосную станцию привести в порядок. Вот это, извиняюсь за выражение, ***, я нюхал 34 года. Вот с торца наводнение мочой и все это было. Вот это приемный колодец, куда подключены все здания, которые новый город. Весь, можно сказать, все здания, которые там новые построены. Отсюда вода не уходит, потому что насосная станция не успевает. Там один насос всего работает. Именно так описывают свои беды жильцы дома номер 11. По их мнению, с потоком сточных вод не справляется насос, из-за чего вокруг дома образуется подтопление до первых этажей. Кроме того, оказалось, что к данному канализационному коллектору подключены еще несколько домов. У нас дома, в 2008 году я здесь живу, у нас была отдельная канализация. Вот как эти дома построили, как эти дома подключились, у нас идет уже наводнение здесь. Как дожди начинаются, уже все у нас зато. Мы не можем уйти. Мы против, чтобы они подключались к нашему дому. В прошлом году, когда дожди были, вызвали пожарные машины, все здесь присутствовали люди, администрации. Никогда, то есть они не смогли укачивать, так же оставились они. По словам прибывших на место представителей горводоканала, подотчетные им объекты находятся в исправном состоянии, и коллектор выдержит подключение еще как минимум 10 многоэтажек, а подтопление вокруг дома номер 11 происходит лишь во время обильных осадков. Подтопление подвальных помещений в доме Камаева 11 происходит. Во время обильных проливных дождей выпадает большое количество осадков. Здесь, на данной территории, вблизи этого дома, в микрорайоне в этом нет, отсутствует ливневая канализация. В связи с чем, в связи с чем, эти все стоки, дождевые стоки, ливневые, попадают в канализационный коллектор хоз бытового назначения, который не рассчитан принимать дождевую воду и ливневые стоки. Этот существующий коллектор диаметром 1200 мм, он рассчитан на прием стоков хоз бытовой канализации объемом 530 кубов в час. 530 кубов канализационных стоков он принимает в час. Диаметр его позволяет еще на ближайшие 5-10 лет подключать сюда многоквартирные дома и сбрасывать хоз бытовую канализацию. Но не сбрасывать ливневые, дождевые стоки. На сегодняшний день подтопление, подтопление, ну сухая погода, вот жильцы вам говорят, что подтопление многоквартирного дома, подвала не происходит, и стоки наружу не выходят. Знаете почему? Потому что туда на сегодня не попадают дождевые, ливневые стоки. Если бы сегодня был дождь, дождливая погода, обильный дождь выпал, то мы бы там увидели следующую картину, что коллектор наполнился и работает подпором. Споры жителей и коммунальщиков порой переходили на эмоции. Представители горводоканала предложили людям обратиться в администрацию Махачкалы, чтобы рассчитать диаметр ливневки, необходимый для данного дома, согласно его площади. Решение данного вопроса, обратиться коллективное обращение жильцов этих многоквартирных домов в администрацию города и в ЖКХ с вопросом решить проблему отсутствия ливневой канализации. Ливневая канализация никакого отношения к организации Махачкала водоканал не имеет. Мы не можем решить этот вопрос, потому что это не в наших компетенциях. Пусть обращаются в администрацию города и в управление ЖКХ. И они уже пусть выходят на место и решают эту проблему. Организация Махачкала водоканал заинтересована скорейшим решением этой проблемы. Объясню почему. Потому что это все доставляет нам неудобства. Затапливает наши коллектора. Вместе с дождями туда и затекает песок, ил, грязь, все, что находится, и, можно сказать, камни, щебень, все затекает в канализационные коллекторы. Мы сами страдаем периодически. После таких дождей нам приходится вынужденно проводить внеплановые работы по очищению этих коллекторов. Это очень сложная работа, потому что коллектора находятся на глубине 4,5-5 метров. По словам жителей, коллективные обращения они писали не раз и во многие инстанции. Но вопрос никак не решается. Канализационный коллектор как переливался, так и переливается. И, видимо, терпеть это жильцам дома номер 11 по улице Каммаева придется еще долго. Лариана Шамхалаева, Магомед Магомедов. Новости ННТ Махачкала.